Добрый вечер! Спасибо, чтобы вы, дорогие наши друзья, наши зрители, приобщались к разговору, задавали вопросы Евгению Мураеву и звоните, конечно, номер телефона, видите на экране. Разговор будет интересный, я очень надеюсь, что вы, как наш предыдущий гость Владимир Куриной, не покинете студию за этот час. Не дождутся. Не будете обвинять телеканал в манипуляциях. Так или иначе, вокруг нас постоянно какие-то манипуляции, по крайней мере, манипуляции украинским сознанием. Я хотел бы вообще начать наш разговор с вашей короткой оценки, посленовогодней оценки всего того, что происходит в украинской политике, в украинской власти. Да я бы не делил посленовогоднее до новогоднее и то, что происходило пять лет последних подряд. Поскольку мне кажется, что нынешняя власть является достойным продолжателем той политики, которую проводил Петр Порошенко, я ценю, Гройсман и иже с ними. К сожалению. И, по-моему, этот вариант еще более жесткий. Смотрите, что касательно, вот не выходя из этой студии, да, телеканал «Наш» уже получил одно предупреждение за интервью Гордона и Назара. Сейчас готовится второе предупреждение за трансляцию пресс-конференции Путина и ответы журналистам, да, причем по вымышленным вопросам. И я так думаю, просто чтобы всем другим телеканалам неповадно было. Хотя я абсолютно уверен, что мы обязаны знать, в том числе и телезрители, и граждане Украины, что готовят наши соседи, и не только Европа, но и Российская Федерация. Поскольку у нас сильно много совместных вопросов, проблем и интересов, как ни странно, да, поэтому это важные события. Напомните, по-моему, 100 тысяч штрафа, да, для телеканала «Наш»? 105, если быть точным, но я абсолютно уверен, что мы докажем свою правоту в суде, но там очень важно было прочитать этот акт. У меня такое чувство, что Поруби или Петр Алексеевич лично сидел и выписывал пункты, за которые канал хотят привлечь к ответственности. В том числе под движение, да, сомнению святости Майдана, классификации конфликта на востоке страны, отношение к власти Порошенко как к бандитской, грабительской, мародерской, то есть это каким-то образом бросает тень на действующую власть. Там именно так в акте и написано. Я его опубликовал в Фейсбуке, кому интересно почитать, это очень занимательно. Вот раз мы уже начали об этом, да, вот цензура не цензура, свобода слова не свобода слова, вы наверняка уже прочитали законопроект, ну, наверное, это законопроект все-таки о цензуре, об ограничении журналистской деятельности, закона медиа. Так или иначе, его разработали «Слуги народа», и очень многие журналисты, кстати, которые встали по обе стороны ситуации, политической ситуации в Украине, не будем скрывать, да, вот все против, все против тех постулатов, которые описывают «Слуги народа» в новом законе, который будет регулировать медиарынок. Как вы это оцениваете и чем это грозит в принципе свободной, ну, пока еще, видимо, свободной прессе в Украине? Как попытка удержать власть на фоне падающего рейтинга? Все прекрасно помним, чем руководствовались большевики, да, вокзалы, средства массовой информации, типографии и так далее. То есть формула не меняется. Так или иначе, формирование общественного мнения и альтернативный взгляд можно увидеть только в независимых средствах массовой информации. Поэтому власть любая, которая всегда стремится к абсолюту и консервации, стремится контролировать абсолютно все альтернативные каналы коммуникации. И то, что «Слуги» это делают, говорит о том, что, еще раз говорю, эта власть далеко пойдет. Я в свое время был тоже автором закона о клевете. Ну, точку, информация правдивая или нет, должен был ставить суд, а не революционные тройки. То есть для меня сейчас все преемники, да, попередников абсолютно ничем не отличаются и находятся в той же когорте тех же грантаецких организаций, которые формировали ущербную политику, которая привела к гражданскому противостоянию, конфликту внутри нашего общества и на нашей территории. Я правильно понимаю, сейчас в Украине, в принципе, есть все инструменты для того, чтобы осуществлять контроль за клеветой, за какой-то неправдивой информацией, за манипуляцией. То есть с помощью суда, в принципе, привлечь к ответственности, да, там, каких-то неответственных... Фактически невозможно. Невозможно? Невозможно. Потому что есть такое понятие оценочные суждения, допущения и так далее, к которым прибегаются и те, которые делают громкие заявления. Если вы помните, я в свое время был и рукой Кремля, и кем-то и рупором, и кем только не был. И я в судах доказывал свою правоту, более того, по моим высказываниям возбуждались уголовные дела, и только благодаря фемидии и работе наших юристов, да, удалось отстоять истину и свою правоту. Кстати, нас штрафуют за те же выражения и те формулировки, которые сделал Николай Иванович Азаров в нашем эфире, которые я говорил на протяжении 14-го, 15-го, 16-го, 17-го годов, и которые потом были, которые устояли в судах. Но на сегодняшний день, еще раз говорю, если власть получит абсолютные права и будет истиной в последней инстанции, и будет вершить свои вердикты не именем Украины в независимых судах, а своими подчиненными, то мы получим полностью тоталитарный режим и еще более жесткие социальные меры, которые будут принимать, и альтернативы бороться с ними уже не будет. Я хотел бы напомнить нашим зрителям, телезрителям, что на редакционную политику нашего телеканала, ну, в принципе, никто не влияет, как и на большинство СМИ, но если мы не говорим о каких-то конкретных редакционных задачах. И более того, редакция никак, никаким образом, ни с какой стороны не несет никакой ответственности за высказывания наших гостей в нашем прямом, напомню, эфире. И возвращаясь к теме новой власти, очень важно затронуть тот скандал, который мы наблюдали с так называемыми пленками, на которых фигурировал премьер-министр Гончарук, представители Нацбанка, представители Министерства финансов и так далее, которые говорили о профанстве в экономике, которые почему-то всем стали известны, и я имею в виду эти пленки. И разговор премьер-министра Гончарука с Владимиром Зеленским. Так вот, вчера в эфире одного из телеканалов Алексей Гончарук, премьер-министр Украины, заявил, что это была, скажем так, история для того, чтобы определить и показать вотум доверия президента к кабинету министров и лично Гончаруку. Имеется в виду отставка, прошение об отставке, не Верховную Раду, а Офис Президента. То есть вчера фактически в прямом эфире Алексей Гончарук признался в такой себе пиар-акции, политической пиар-акции. Может быть я неправильно это понял, как это поняли вы и вообще вот вся эта история с отставкой и вторым шансом. Для вас это что? Все-таки медиа, пиар-история или это реальные задачи, которые сейчас стоят перед президентом Зеленским, возможно перед Верховной Радой, которые нужно решать и избавляться от кадров, которые не исполняют свои обязанности. Дорогие друзья, я на самом деле совсем по-другому на это смотрю. И я могу сказать, что я сделал для себя абсолютно печальные выводы. Но то, что и премьер, и весь состав кабинета министров является непрофессиональным, неполноценным, недальновидным и иногда даже ущербным, я так понимаю, уже понимает каждый гражданин нашей страны. Но есть одна проблема. От их функционала зависит уровень жизни каждого из вас. Зависит, будут ли уезжать люди из страны, какой будет смертность. Вы слышали, да, что мы на первом месте по детской смертности. И это все является проекцией уровня жизни, состоянием во всех отраслях, в медицине, в социальной политике. И это как раз то, за что Кабмин обычно отправляют в отставку. Если по-сухому, чем закончился прошлый год? Дефицитом бюджета в размере 100 миллиардов. Если бы Россия не заплатила по стокгольмскому арбитражу почти 3 миллиарда долларов, то кассовый разрыв означал бы невыплату зарплаты пенсии. Не только нерасчет с подрядчиками, поставщиками и какими-то организациями, которые оказывали услуги распорядникам бюджетных коштев, но и простых граждан. То есть это называется некомпетентность. Раньше за невыполнение бюджета любой бы министр, любой бы глава администрации района вылетел бы с занимаемой должности. А сейчас они устраивают какие-то пиар-акции. Смотрите, уволить его надо было уже только за это. Но мог ли это сделать Зеленский? Давайте разбираться. У нас, к сожалению, в стране невозможно стать политиком такого уровня без серьезной медийной и финансовой поддержки. У кого эта финансовая поддержка есть? Кто ее может оказать? Я раньше думал, что можно организовать людей, можно обратиться к нации, и все понимают, что строят свою страну, свое будущее. Все начнут объединяться, сбрасываться ресурсом для того, чтобы победить. Я могу сказать, во время своей избирательной кампании мы собрали аж 10 тысяч гривен от людей, которые не имели отношения к партии, чтобы вы просто понимали, от сочувствующих. Поэтому можете сделать вывод, какие бюджеты тратили все политические партии, все кандидаты на пост президента, и кто финансировал их избирательную кампанию. Так вот, может ли принимать человек самостоятельные решения, если за его спиной стоит спонсор в лице определенных финансовых промышленных групп, и есть международные договоренности. Какие договоренности? Договоренности о кредитовании с Международным валютным фондом. Если вы посмотрите на бюджет 2020 года, то с учетом кредита, который надо будет отдать России, который был получен в 2013 году, 3 миллиарда, сейчас он находится в лондонском суде со штрафными, это будет порядка 5 миллиардов долларов, плюс 438 миллиардов гривен, которые мы должны выплатить по обслуживанию госдолга, то мы получим, что половина бюджета будет направлена как раз на погашение наших долгов. То есть без денег Международного валютного фонда и без продажи земли это правительство другого выхода не видит. А не видит, потому что мы можем с вами анализировать программу, представленную правительством, мы можем анализировать бюджет, который был принят народными депутатами, и там нет ни одной программы, которые были направлены на развитие реального сектора экономики. То есть власть берет ту же парадигму, которую исповедовал Яценюк и Гройсман в виде облигаций внутреннего государственного займа, как заимствование в виде кредитов Международного валютного фонда и распродажи земли и стратегических предприятий, как последних активов Украины. То есть это политика полного проедания. На пленках. Если бы Зеленский уволил Гончарука, это бы означало, что МВФ прекратила бы любые переговоры до назначения нового правительства, до презентации новой программы, которая должна была быть и соответствовать ожиданиям Международного валютного фонда. А это все то, что мы с вами только что обсудили. Это долго, и кассовый разрыв может возникнуть уже во втором квартале. Естественно, Зеленский был в этой ситуации заложником, и уволить Гончарука не мог, хотя я уверен, вся страна этого ждала. Так или иначе, вот мы когда слушали эти пленки, эти несколько частей, там, видимо, как-то так шутя, Гончарук называл себя профаном в экономике, непосредственно он юрист по образованию. И там же на самом-то деле обсуждали сценарий, как Зеленскому, который задает вопросы по поводу укрепления гривны, насколько оно соответствует экономической стабильности или, наоборот, экономическому росту, да, и как все вот это рассказать правильно Зеленскому, чтобы все сомнения о росте ушли. Видимо, Владимир Зеленский тоже рассуждает с точки зрения рацию и знает об этом, но и мы конкретно видим второй шанс уже непосредственно на встрече Зеленского и Гончарука. Вот зная об этом, Владимир Зеленский, допускай даже, если мы зависимы от Международного валютного фонда, вообще понимает последствия того, что может быть от этих самых облигаций внутреннего займа, от этой, ну, если мы слушаем экономистов, понимаем, неестественной крепоты гривны, да, разве президенту не могут нормально объяснить, что будет, если мы пойдем именно по этому сценарию? Я говорил очень аккуратно, но сейчас скажу вам прямо, если вы не понимаете, когда я говорю аккуратно. Зеленский заложник, потому что в избирательной кампании принимали участие крупные финансово-промышленные группы, которые финансировали эти кампании, неважно, прямо или опосредственно, предоставляя эфиры больших телеканалов, ну, к примеру, я не знаю, сейчас быстро попытаюсь объяснить. Один GRP, это пункты рейтинга, это то, как меряется рекламный рынок в Украине, на плюсах стоит 1200 долларов в период избирательной кампании. У Зеленского в месяц было 9000 GRP, умножьте на 1200, это 11 миллионов евро в месяц, без ТСМ, без «Наши гроши» или «Гроши», как там называется программа, без «Чиста Ньюз», без 95-го квартала и так далее. То есть он уже не сильно самостоятельен в принятии решений, у него есть партнеры. Второе. Мы прекрасно понимаем, что проходили встречи с международными рейдерами в лице Сороса и других представителей так называемых неправительственных, неприбыльных организаций, то есть грантоедских. И в принципе мы видим, что все правительство сформировано из людей, так называемых выходцев из этих грантовых организаций. Чем руководил господин Гончарук до того, как его назначили премьер-министра? Штатом из четырех помощников. Что построил, что сделал, какие достижения? Мы видели, что он доктор околоэкономических наук, несуществующих институтов. То есть человек, который не имеет никаких знаний, который не предложил президенту никакой реальной программы, кроме как занимать и продавать последние активы Украины. Он для этого и был поставлен вот этими рейдерами, которые профинансировали здесь так называемую революцию, которые участвовали в формировании нового режима, которые наполняли правительство Яценюка, еще раз повторяю, Гройсмана, а теперь и Зеленского. То есть, к сожалению, для нас страну рейдерят. Страну в стране настоящий геноцид. Как в этом сценарии, который вы описали сейчас, ну вот, когда мы говорим про серьезную политику, серьезные планы по поводу Украины, как сотрудничают, как существуют в одной команде или в одном обличье президента Зеленского Сорос и Коломойский. Я вот этого не могу понять. То есть, если мы говорим про... У нас же есть даже уже сами депутаты Сослуги народа называют своих коллег группой Соросят. Ну это правда. Не секрет, что в одном из ирпинских гостиниц, Ирпинь это Киевская область, кто не знает, собираются ежемесячно, группа депутатов, к ним приезжают американские лектории и рассказывают о том, как хорошо должна пожить Украина, если так, так, так. Как правильно служить в госдепу они рассказывают. Да, эта история известна, вот. Но ничего криминального, ничего нет. Но сами слуги народа это признают. Я хотел бы у вас, Соня, ваша позиция, как существуют вот в этом круге и Коломойский, и его силы, и, ну, если так скажем, те, кто являются приверженцами Сороса. Я думаю, что сложно. Я думаю, что у них совершенно разные интересы. Я думаю, что им тесно. И все вот эти телеграм-каналы, инсайды, в том числе слив прослушки в кабинете Гончарука, это как раз война этих двух групп. Давайте откровенно. Страна находится, благодаря Порошенко, под внешним управлением полностью. То есть нас контролируют и институты Соединенных Штатов Америки, в том числе и Международный валютный фонд, который диктует политические требования в обмен на кредитование. Да, и, по сути, эти требования уже экономические. Потому что, если вы помните, уже Гройсман гордился тем, что это все согласовано с международными институтами. Сейчас эти товарищи просто продолжают этот путь. У нас у всех был шанс выйти из-под внешнего управления. У нас у всех был шанс дать совершенно другие стимулы для развития экономики Украины. Слушайте, ну и правительство Азарова тоже сотрудничало и брало кредиты. Абсолютно ничего не изменилось. Смотрите, есть разная ситуация, есть разное соотношение госдолга к ВВП страны. И в разное время сотрудничество с международными институтами может давать стимул для развития страны. Но когда в обмен на транше, которые не идут в реальный сектор экономики, выдвигаются политические требования, тобой управляют. Я уже говорил неоднократно в эфирах вашего телеканала, что многие страны отказываются от сотрудничества с МВФ. На самом деле ни одной страны успешной, которая после сотрудничества с МВФ в мире нет. И этот институт используется для того, чтобы по дешевке скупить все активы. Вы знаете, что сейчас Тегибко там купил какой-то цех в Полтаве, да? Со словами, что купил его в 20 раз дешевле, чем стоимость постройки аналогичного предприятия. Что это означает? Это означает, что стоимость активов страны стремится к нулю. А на фоне того, что у нас полностью разрушена банковская система, у внутренних товаропроизводителей нет финансового ресурса, все это за копейки купят иностранные граждане, да? Или предприятия, или транснациональные корпорации, которые, как вот тут многие ожидают, да? Начнут немедленно развивать экономику. Совершенно не факт. Могут уничтожить конкурентов, да? Уже уничтожили в области ракетостроения, самолетостроения, да? И уже не так много осталось. То есть на сегодняшний день я считаю, что Зеленскому категорически нужно менять правительство, нужно посылать всех в отставку, нужно честно садиться за стол, выбирать профессиональных людей, которые сформируют другую парадигму и вектор, в котором будет двигаться государство. Иначе беда неминуема. Понятно. Я хотел бы обратить внимание. Пожалуйста, звоните, задавайте вопросы. Евгений Мурай, лидер партии «Наши» в эфире нашего телеканала. Я хотел бы вот что спросить. Не считаете ли вы, что Зеленский не отправил, или так, не порекомендовал Верховной Раде отправить в отставку Гончарука и непосредственно по закону все правительство только лишь потому, что в эти дни проходит в Давосе глобальный экономический форум. И вот если бы Гончарук на него не поехал, а он на него едет, то это был бы мощный имиджевый инвестиционный, антиинвестиционный удар по Украине. То есть если бы поехал Зеленский и, например, ему там вдруг посчастливится встретиться с Трампом, то были бы вопросы. Слушайте, у вас такая молодая, амбициозная власть, молодая кровь, новые лица. Чего ж вы Гончарука-то уволили? И вот это было бы и послужило бы оттоку или каким-то недоговоренностям по большим инвестициям. Вот вы не считаете, что как раз-таки со стороны Зеленского это и есть стратегический ход? Дорогие украинцы, дорогие друзья, ну, во-первых, Давос, я еще не помню, чтобы в Украину что-то из Давоса привезли. Во-вторых, в прошлом году там не было ни Сидзипиня, ни Трампа, ни Путина, ни Макрона, ни кого. У каждого была причина. Ну, конечно. Самая первая причина, потому что нет в этом никакого смысла. Смотрите, для инвестиций нет границ, нет никаких площадок, на которых надо договариваться. Закон перелива капитала. Деньги идут туда, где им выгодно. Деньги идут туда, где безопасность и где выше добавочная стоимость. Карла Маркса, помните? К равно К плюс К штрих. Так вот, там, где К штрих больше и безопасно, туда деньги придут независимо от того, приехал ли Зеленский, Макрон, Трамп или кто-то другой. Нет в этом ничего особенного. То есть для того, чтобы в Украину пошли инвестиции, реальные инвестиции, должна закончиться война. Не должно быть риска расширения неподконтрольной территории на уже существующую территорию. Должна быть судебная система, полностью независимая. Должны быть защищены права собственности, никакой реприватизации, которую в свое время делала Тимошенко. Это должно быть просто табу. Всем должно быть гарантировано, что вложенные деньги вернутся с приростом. Плюс должна быть выгода. Выгода за счет чего? За счет дешевой рабочей силы и за счет того, что система налогообложения более прозрачная и ниже, чем в соседних государствах. Никаких других условий для притока инвестиций не существует. Туда можно поехать и просто презентовать концептуальное видение. Но любой инвестор сядет и будет анализировать, а сопоставимы ли риски с доходом, который он получит. И как он их может хеджировать, перестраховать и так далее. Ответа в этих не может дать никакой. Как вы считаете, почему многие годы в Украине, я сейчас не говорю, что вот есть правительство Гончарука, правительство Гончарука, Гройсмана, Тимошенко, Азарова, Януковича, сколько было там премьер-министров, успешных, неуспешных, но при этом правительстве и при разных президентах самый большой приток иностранных прямых инвестиций у нас были из Кипра. Мы понимаем, что это по сути украинские деньги олигархов, украинских олигархов, которые просто возвращаются. Их вывели успешно, и они возвращаются. Кипр, Нидерланды. Это плохо или хорошо, скажем. Так вот я у вас хочу спросить, если так было всегда, и сейчас, кстати, в прошлом году 2 миллиарда мы тоже прямых инвестиций получили как раз таки с Кипра, с Нидерландов, с России и так далее. Вот если так оно есть, и это в принципе не работает, почему это не работает, и почему за это отвечает сейчас правительство Гончарука? Может быть они хотят как-то что-то изменить, но вот я просто не могу. Олигархат, например, мешает. Почему так было всегда, и сейчас это вдруг снова плохо? Друзья, сейчас буду говорить крамольные вещи, наверное, но я прошу, чтобы вы их правильно поняли. А какая нам разница, какая фамилия директора или собственника предприятия, которое делает асфальт, если дороги хорошие? Какая разница, кто администрирует бизнес, если он исправно платит налоги? Смотрите, когда-то, ну вот почему возникла олигархическая модель в Украине? Потому что гораздо проще премьер-министру было вызвать четырех олигархов и сказать завтра в бюджет должно поступить вот столько по такому-то бюджетному роспасу и так далее и тому подобное. И с четырьмя договориться было проще, чем придумывать что-то и интерполировать это на весь рынок. Что делают сейчас? Сейчас же не трогают эту четверку, но зато вводят налоги на малый и средний бизнес, придумывают кассовые аппараты, придумывают новые формы налогов, чтобы обложить население. Так что было хуже? Хуже, когда четыре группы условно контролировали виды каких-то... Смотрите, я за госсобственность, я за государственную капитализацию. Я считаю, что уровень владения стратегическими предприятиями у государства должен стремиться к ста процентам, потому что это основные механизмы влияния на стабильность макропоказателей. Потому что благодаря этим механизмам можно давать отраслевые дотации в виде цены электроэнергии и всего остального. Но коли история не имеет сослагательного наклонения, если мы помним, что собственность стоит во главу угла у любого инвестора, и никакой реприватизации быть не может, и национализации тоже, потому что в цивилизованных странах действительно проходила национализация каких-то объектов. Но как это происходило? Серьезные аудиторские компании оценивали стоимость бизнеса и дальше государство выкупало у собственника. А у нас денег нет, то есть этого не будет. То есть нам сейчас нужно просто выстраивать другую модель. То есть нам нужно совершенно четко понимать, что крупные финансово-промышленные группы должны жить по закону, и если у них есть активы за границей, они должны инвестироваться в нашу страну. Крупные финансовые группы говорят? Если можно, я еще две минуты потрачу. Да, пожалуйста. Я просто сейчас как раз не про эти группы вопрос задам. Разделить условно на две группы, внешние и внутренние. Вот это то, чем совершенно не занимается власть на сегодня. Мы предлагали совершенно понятные, простые механизмы и способы активизации внутреннего инвестора, и даже давали это в форме закона проекта в Разумкову и другим представителям слуг народа. Это все просто. Это восстановление доверия к банковской системе, то есть это стопроцентное гарантирование вкладов и страхование от валютных рисков. Вот этого курсового колебания, за которое, в общем-то, возник Сербор. И это амнистия капитала. То есть на сегодняшний день, если деньги где-то находятся, то нужно создать условия, чтобы они сюда вернулись и работали на экономику нашей страны. Ведь основная проблема, вот там сейчас говорят, техническая революция, все уходит в ИТ. Друзья, мы должны думать о занятости населения. Мы должны создавать предприятия. Нам действительно нужна новая индустриализация. Как бы это не звучало, спустя 80 лет после индустриализации, которая была в Советском Союзе, но это сейчас тоже важно для того, чтобы не уезжали наши квалифицированные кадры. Для того, чтобы вернуть свое население, для того, чтобы вернуть, извините, половозрелых людей, чтобы мы не выродились как нации. Тут есть, кстати... Очень много способов это сделать. Я вам еще раз могу сказать, власть не делает ничего от слова совсем. И они живут за счет того, что, по сути, все больше и больше затягивают удавку, а завтра вы сами скажете, ну продавайте, что хотите, лишь бы вот это было дешевле, а вот это на нас не давило. Нас грабят. Нас грабят, и эта политика продолжается, ну, последние шесть лет вот так уверенно. И нам надо это менять. Однозначно. Если Зеленский этого не сделает, ну, я думаю, что он пожалеет гораздо больше, чем Порошенко. Что сделать Зеленский, сейчас будем говорить. Готовьте, пожалуйста, свои вопросы, дорогие друзья. По поводу больших финансовых групп и международных компаний, которые почему-то не спешат заходить в Украину и не спешат давать свои инвестиции и вкладывать в Украину... Они уходят, говорите правду. Ну, или даже уходят. Да, вот я к чему... Многие транснациональные корпорации уходят. Я вам говорил, почему. Потому что опасно, потому что нестабильно и потому что нет добавочной стоимости, которая может заправдать эти риски. Вот, в ежегодных опросах европейских и мировых экономистов вот эти риски называются именно директорами этих больших компаний. Ну, почему там Икея не зашла, почему Старбакс не заходит. Они называют именно эти причины. Правоохранители влияют на бизнес, закон несовершенен, мы не можем дышать. Поэтому мы не идем в Украину, нам Украина, как страна для инвестиций, неинтересна. Что предлагает... А, и коррупция, конечно, коррупция. Говорят, коррупция просто шалена у вас. Мы не пойдем туда, где коррупция. Что предлагает Зеленский? Буквально на днях, если я не ошибаюсь, два дня назад, Владимир Зеленский в интервью для американского Ньюзвик говорит, что поможет точно побороть коррупцию в Украине и после чего инвестора пойдут к нам просто с невероятной скоростью диджитализация, о которой вы наверняка уже слышали и не раз. Он говорит, что у нас очень... достаточно... там, количество не помню, но говорит, большое количество айтишников, которые делают мировую айти-индустрию качественной, и вот мы их опыт используем в Украине, и вот когда у нас будет диджитализация, никакой коррупции не будет. При этом Владимир Зеленский заявил о том, что разработает обязательно законопроект, вероятно, он лично разработает его, о двойном гражданстве, что поможет вернуть рабочую силу, например, часть американской диаспоры, в Украину, соответственно, с живыми деньгами. По поводу диджитализации и борьбы с коррупцией, прокомментируйте, пожалуйста, насколько это вообще реально, насколько коррупцию можно побороть не ответственностью и законом, а смартфонами, да, и вот история с двойным гражданством, и как это может повлиять на инвестиции, очень красивое слово диджитализация. Половина не понимает, что оно означает, и половина даже не понимает, с какой проблемой столкнутся наши бабушки, которые айфон, в лучшем случае, видели у кого-то в руках. То есть родится пласт людей и всяких предприятий, которые этим бабушкам через свои смартфоны будут оказывать какие-то услуги. Друзья, коррупция, в первую очередь, зависит от первого лица. Вот если он не коррумпирован, если он ставит соответствующие задачи правоохранительным органам, если есть образцово-показательные приговоры, в том числе и по членам бывших команд и своей действующей команды, тогда у страны есть будущее. Ну плюс независимые институты, судебные, правоохранительные и так далее. На сегодняшний день у Зеленского есть все. Вот тогда, когда, помните, начиналась робкая критика, как только он стал президентом, все говорили, надо подождать, надо потерпеть, у него нет силовиков, у него нет парламента. Сейчас у него есть абсолютно все вертикали. Только от этого лучше жить не стало. Смотрите, у нас честное правительство, а бюджет не выполняется. У нас честное, никто ничего не берет, но почему-то страна зарабатывать стала меньше. Но так же не бывает, правда? Нам обещали, что таможня даст плюс 5 миллиардов, а она дала минус 2 миллиарда. Что это означает? Ну давайте называть вещи своими именами. То есть я не знаю, как там участвуют в этом министры, да, я их за руку не ловил, этим должны заниматься правоохранительные органы, но либо их некомпетентность, либо все те же старые схемы, только грабят гораздо сильнее. Ведь жить лучше не стало, нет, мы все ждем, мы все вот приняли таблетку в виде Зеленского, и кажется, сейчас пройдет и головная боль, и наши проблемы, и в холодильнике что-то появится. Но надо смотреть на показатели бюджета. Мы катимся под откос. И еще раз говорю, наступит момент, когда мы пройдем точки невозврата, когда уедет еще один миллион людей. Страну потом поднимать будет просто физически не с кем. Кроме того, нивелируется уважение к любому институту власти. Но смотрите, с Кабмина смеются, говорят о них нецензурно, да, с Верховной Рады тоже смеются, потому что состав соответствующий, правоохранительные органы не выполняют свои задачи, медицины нет, образование, да, тоже по сути лишают, да, и новыми законами, и просто его уровнем. У меня мама преподаватель, которая вот в институте, да, преподает, и она всегда хотела преподавать там, ну вот она мне говорила, Женя, это моя молодость, это энергия, я готовлюсь, у меня светлые мозги, я что-то пишу, я что-то делаю. Она сейчас говорит, сынок, я, наверное, пойду на пенсию, потому что я не могу смотреть на этих детей, которые приходят. Во-первых, они стерильные, они необразованные, они абсолютно дикие, с системой ценностей тоже большие проблемы, то есть я молчу, что ругаются матом, курят и так далее, но ценности другие. Господин Муравьев, как так случилось, что именно они избраны таким огромным количеством электората, людей, которые пришли на выборы, 73% выбрало Зеленского, и огромное количество людей пришли и проголосовали за депутатов слуг народа, и это вообще впервые в жизни у нас такая большая коалиция. Ну, то есть люди, видимо, так не считают, как говорите вы, или, может быть, их кто-то, знаете, модное слово, вив в уману. Я вот не могу понять, как, ведь Зеленский же не пришел с помощью Майдана, он же не устроил государственный переворот, не сверг Петра Алексеевича Порошенко и занял его кабинет. Его же выбрали, то есть это же человеческий выбор. был тренд, и была абсолютно гениальная компания, я считаю. Ну, то, что они умеют делать шоу, то, что хорошие пиарщики, сценаристы, это факт. Макс, смотрите, раб должен быть сильный и глупый, тогда им легко управлять. Смотрите, чтобы управлять народом, да, его нужно вот максимально приучить к фейсбуку, к скроллам, коротким формам, чтобы люди не думали, не вдумывались и не анализировали. У нас, знаете, все политики говорят, вот Украина такая трудолюбивая нация. Друзья, мы ленивые, мы очень ленивые, и по поводу нашего трудолюбия это миф. То есть вот немецкие рабочие на таком же оборудовании в Германии, как в Украине, дают КПД в два раза выше, коэффициент полезного 10, производят в два раза больше такой же продукции. То есть мы всегда ждем, что прилетит вдруг волшебник в голубом бортолете и бесплатно покажет. И поэтому, когда кто-то обещал зарплату 4 тысячи долларов учителям, как все будет здорово и классно, никто не хотел думать, что стоит за этими обещаниями. Да, мы там совершили ошибку, там у нас были законопроекты, программы, реальное обсуждение там с отраслями, что необходимо делать. А я говорил, ребята, впереди тяжелая работа. Мы к уровню 13-го года еще лет 5 будем возвращаться. А тут, мать тебе, через вот неделю пилюля и все будет хорошо. Мы не критично к себе, к самим относимся. Все наши несчастья это мы сами. Потому что мы хотим какого-то легкого способа улучшения жизни. Да, и все время перекладываем ответственность на кого-то. чем раньше мы поймем, что мы основа всех своих бед, чем раньше мы поймем, что спасти свою страну можно только тяжело работая, тем быстрее у нас будет случаться. К сожалению. Иначе мы не будем существовать как государство. Почему я вам говорил? Убивают уважение к институтам власти. Я абсолютно уверен. Смотрите, я не верю в конспирологию, но нас четко готовят к разделу как страну. Может быть, я надеюсь, бескровному, не такому, как Югославия. Хотя, я думаю, что всем нашим соседям нужны основания, чтобы зайти и спасти свои этнические меньшинства. Что же к разделу конкретно географическому политическому? В Галичине, понятно, заинтересована Польша, и вы знаете, сколько там общественных организаций работает, и об этом не стесняюсь говорить. Венгры защищают свое этническое меньшинство, да, там на Закарпатье. Там, кто у нас еще? Румыны, да, защищают, там говорят и Бессарабия и Буковини. Русские, понятно, говорят, что это территория исконно Российской Федерации, там Екатерина построила большинство украинских городов. Так или иначе, эта дискуссия в мире ведется. И не хватает для этого только понимания нашего народа, да, что вот это государство существовать не может, потому что не заботятся, не защищают, а только грабят. То есть рождаются такие центробежные ускорения, когда кто-то хочет к чему-то цивилизованному присоединиться. Не хватает только какого-то катализатора. Это, ну, я вижу, как это происходит в медийном плане, я вижу, как об этом говорят мировые политики, и меня это пугает, потому что я хочу жить в единой стране, я хочу, чтобы у Украины были привычные для меня границы, чтобы она была мирной и процветающей. Работать надо, друзья, не будет волшебников. И голубой вертолет, хоть и в тренде, не поможет. Вообще страшные вещи, да, если представить в цивилизованном современном мире 21 века, когда твои соседи, твои партнеры со всех сторон занимаются обычным мародерством, когда видят слабого, слабого в принципе, да, это очень, наверное, страшно, очень важно. Мы бы любили своего президента, если бы он с какой-то соседней страной тоже извлекал из нее выгоду для нас. Ну вот в этом вопрос. Потому что задача любой страны жить своими интересами. Только почему-то Украина последние годы живет интересами метрополий, а должна жить интересами собственного народа. Ну, тут понятно, почему они живут интересами метрополий. Потому что, по сути, смотрите, что-то Макрон неудачное сказал, у него желтые жилеты. Что-то не понравилось Трампу, убили ракетным ударом военно-начальника на территории третьей стороны. Там сказали, это мирный протест, да, и революция, а тут сказали госпереворот. Потому что Штаты очень сильное государство. И Госдепу надо отдать должное, да, они очень системно работают, они работают стратегически, они выращивают целую смену и плеяду предателей, да, внутри и на территории других государств и системно приводят их к власти. А те потом действуют в интересах тех, кто им эту власть дал и дал право назначать себе зарплаты, пенсии, да и грабят тоже. Или вы думаете, что высокая зарплата, о которой они постоянно говорят, как-то страхует нас от того, что участвует в каких-то коррупционных схемах. Я вспоминаю интервью Игоря Коломойского для американских СМИ, который Америке, ну, по сути, да, угрожал российскими танками на границе польско-украинской. Ну, мол, если американцы будут, грубо говоря, выпендриваться, то, ну, вот, мы же пойдем в сторону России, да, так или иначе. Вот такие заявления, учитывая то, что там мы зависим от кредитов МВФ и партнерстве с Америкой, грубо говоря, депутаты от «Слуги народа» не скрывают, что мы выбрали для себя и должны придерживаться курса глобальной поддержки всего американского и «Белого дома», в принципе, да? Вот как тут быть, когда есть Игорь Коломойский, как вы говорите, один из партнеров Зеленского в плане избирательной кампании, и вот историю с Америкой, как это все соединить? То есть, мы можем понять, что, да, Украина может быть разорвана в этой ситуации, но это большая игра или это большие последствия для страны? И, возможно, вот мы с вами за таким круглым столом скорости не будем. Я еще, кроме Коломойского, это сказал, что бы с ним было в этой стране? Он сказал, что в Америке. В Америке, но, тем не менее, применительно к Украине. Смотрите, да, существует возможность перекредитаванца в той же Российской Федерации, да, или на других финансовых рынках, отдать долги МВФ, хотя это тоже очень непросто, потому что выписываются так договора, что ты не можешь даже досрочно погасить и как-то выйти, да, из тех соглашений, которые были подписаны. Так же, как и сложно, в принципе, сейчас надо вести переговоры по той реструктуризации задолженности, которая была подписана и резко, да, то есть нам нет, вы помните, нет смысла в стране расти быстрее, чем на 3% в год по ВВП, да, иначе мы там дальше начинаем отдавать сверх проценты на реструктуризированных 3 миллиарда. Но я абсолютно уверен, что России мы уже тоже не нужны. Смотрите, все программы по импортозамещению фактически завершены. Братский мы народ или нет, да, о чем, кстати, часто говорят и деятели искусства и отдельные политики, да, думаю, что нас уже немножечко начинают не любить, потому что вот эта политика регионального, да, такого галичанского радикализма стала национальной идеей для 40-миллионной страны. И произошло это очень быстро, кроваво, и самое интересное, не закончилось с приходом Зеленского. Смотрите, от нас отворачиваются поляки, Великобритания уже там отдельной организации, да, и символ трезубец вносит, да, как запрещенный. Уже есть нота протеста от нашего. Очень многие, ну и что, мы можем протестовать, знаете, это как, представляете, мы протестуем против Великобритании, я думаю, в Великобритании, наверное, каждый второй не знает, где находится Украина и чем она отличается от Панамы или Сомали, по сути, так и есть, ведь по уровню развития мы, ну, далеки от идеала и вообще с нас, ну, тяжело с чего-то брать пример, к сожалению, и это в первую очередь, да, та внутренняя политика, которая проводится в последнее время. Я не думаю, что нам кто-то будет помогать. Я понимаю, что уже в нас никто не заинтересован. То есть, большинство, да, не большинство, а огромная доля рабочей силы уже и так работает в Европе. Представьте, это была мечта, да, наверное, в 41-м году эшелоном его возить, сейчас поехали сами. Благодаря безвизу и благодаря тому, что здесь системно разрушали промышленность и делали условия жизни невыносимы. Я просто очень коротко, если можно, потому что у нас есть вопросы от наших зрителей и у нас есть еще одна тема важная. Зеленский подчеркнул эту историю. Да, уезжали, уезжают, но надо возвращать. Как? Вот он предложил двойное гражданство. А что за ценность? Ну, например, разрешить двойное гражданство. Те, кто выехали, они уже успели получить. что второе гражданство необходимо как раз тем, кто собирается покупать нашу землю. Потому что слуги народа говорят, что будет продавать только украинцам. Двойное гражданство тоже две стороны. Кстати, в законопроекте не сказано ничего о двойном гражданстве в принципе. Да у нас в принципе это не урегулировано. У нас не запрещено двойное гражданство. У нас? У нас запрещено двойное, поэтому когда-то... Не разрешено. Если помните, Колымойский говорил, вот у меня тройное, а про тройное ничего не сказано. У нас только вот такое. У нас не написано, что может быть только единственное. Запрещено двойное. Не сказано о тройном, четверном, пятерном и так далее. Ну, так или иначе, у нас говорится о том, что признается только украинское гражданство. Люди вернутся только в одной ситуации. Если им здесь будет безопаснее, комфортнее, сыто, если они будут защищены, если дети здесь получат достойное образование, если они будут верить в будущее своих семей и страны как таковой. Скажите, кто это понимание будущего дал? Они постоянно кричат, что вернется Донбасс и Крым. И при этом все делают, чтобы сделать более невозможным комфортное существование с помощью язычного населения. О возвращении Донбасса и, возможно, Крыма обязательно поговорим. Вот я сейчас хотел бы обратить внимание, только что буквально появилась новость о том, что... А покажите нам, дорогие друзья, наши режиссеры, в принципе, то, о чем я хочу сказать. Вот это офис президента, насколько я понимаю, это YouTube-страница, там заблокировали комментарии, то есть их отключили, точнее, комментировать YouTube, официальный канал президента, невозможно. Это случилось на странице в Instagram, насколько я понимаю, как мне сообщают редакторы, да. Вот объясните, пожалуйста, зачем мы понимаем, ну, учитывая то количество скандалов, с которым столкнулись слуги народа с руки пресс-секретаря президента Зеленского, помним, журналистский скандал, да, и ответы офиса президента от лица президента в Фейсбуке абсолютно разного характера. Зачем это? Зачем ограничивать комментарии на YouTube, в Instagram, для чего? Ну, чтобы уберечь психику президента, его семьи от тех эпитетов, которые в последнее время появляются на официальных страницах в комментариях. Друзья, доверие, такая штука, она очень быстро заканчивается. То есть, доверие, оно основано на ожиданиях. То есть, все по разным причинам голосовали за Зеленского. Кто-то против Порошенко, кто-то слышал в выступлениях его или его команды, да, какие-то обещания, но потом оказалось, что нам ничего не обещали. И потом оказалось, что все то, что мы слышали, это был какой-то информационный шум, да, его дела не соответствуют тому, чего мы все ждали. Поэтому его рейтинг падает, доверие падает, ну и, соответственно, выливаются эмоции. Поэтому, я думаю, для того, чтобы рейтинг не падал еще сильнее, да, эти эмоции ограничивают. Поэтому и попытка все-таки, да, взять под контроль СМИ, в том числе и СММ, да, это вот ограничить падение рейтинга и взять под контроль да, инакомыслия. У нас-то ничего не отключено. Ваши вопросы, дорогие друзья, и комментарии. Евгений Мураев, у вас есть возможность задать свой вопрос. Очень прошу, коротко, если можно. Геворг, пожалуйста. Добрый вечер, Евгений. С Максимом мы уже виделись. Друзья, если у вас есть вопросы, можете поднять руку, я к вам подойду. Здравствуйте. Как вас зовут и ваш вопрос? Добрый вечер. Добрый вечер. Иванченко Николай Киев. Уважаемый Евгений Владимирович, вы досвеченный политик, вы самостоятельный, умный, смелый, высокообразованный. Мне хотелось бы услышать, задать вопрос и услышать конкретный ответ. Какое видите вы свое политическое будущее? И будут выборы ближайшие? может быть досрочное и Верховную Раду. Будете ли вы активно принимать в нем участие? Как самостоятельная партия, если она у вас как такова есть? Спасибо. Спасибо за вопрос. Спасибо большое. Я вам скажу, я был удивлен и приятно поражен, наверное, после Нового года. Вот спрашивайте, какие события? Меня наконец-то, как лидера партии наших, зарегистрировал Минюст. И это произошло уже с шестой попытки. При Петре Алексеевиче это было невозможно, уже есть какой-то плюс. Касательно, буду ли я принимать участие в выборах? Смотрите, люди по-разному идут. Да, я удивляюсь там министрам, которые говорят, что им нужно на что-то жить и там им нужны вот такой уровень зарплаты, у нас дети и так далее. Друзья, я абсолютно уверен, что политика это вещь не про деньги. То есть это если ты уже самостоятельно реализовал себя, в том числе и в финансовом плане, то можно побороться за страну, за какие-то свои идеалы, ценности. Простите, за среду обитания для своих детей. Мои дети живут и учатся в этой стране. Поэтому меня в нашей стране меня беспокоит и уровень образования и все остальное. Друзья, если я буду видеть, как починить, если мне будет с кем это сделать, если у меня хватит ресурсов, я буду этим заниматься. Я могу сказать, до объединения пяти партий мне не хватало человеческого ресурса и специалистов по некоторым отраслям. Нам не хватало медийного ресурса. И я понимал, что без команды, да, это вот проблема Зеленского сейчас. Он набрал всех новых, замечательных, в том числе и городских сумасшедших, которые не в состоянии привести его к результату. Я абсолютно уверен, что он, наверное, шел, и так как он очень артистично и грамотно, да, и для меня, ну, мне заходило. Говорил, что он идет, чтобы попасть в историю, чтобы не стыдно было. Но, может быть, у него не получается, просто потому, что не было вот одной из этих составляющих. Мы сейчас работаем над этим. Я надеюсь, они не доломают все до конца. Я надеюсь, они не распродадут госсобственность. Останется земля и какая-то перспектива. Потому что, если все это произойдет, то во власть могут идти только самоубийцы. Я не хочу, чтобы мне в спину плевали, и я не хочу закрывать комментарии, чтобы мне потом, да, все те, кто ко мне относился с уважением и любил, меня писали какие-нибудь нецензурные, неприглядные вещи. Если будут обстоятельства и с Божьей помощью, да, я буду верить в то, что страна сохранится, и мы сможем ее починить, безусловно. Евгений, очень хорошо, что, ну вот, вы рассуждаете и очень хорошо, что вы состоятельны, в принципе, да, и имеете состоятельный бизнес-опыт для того, чтобы спокойно говорить о том, что вот в политике можно заниматься политикой, а не преумножением своих активов. Но украинская политическая история очень часто, я думаю, что вы можете с этим согласиться, я такой же избиратель, как и вы, как и все, мы очень часто видели, как большие бизнесмены, становляясь политиками, становились автоматически очень большими бизнесменами. И активы разных олигархов и не олигархов украинских, они возрастали. Да что там олигархов? Даже при прошлой власти, особенно вот той, которая пришла после Майдана, мы видели колоссальные обогащения, даже что далеко ходить, казак Гаврилюк. Я думаю, вы знакомы с этой историей, большой дом в Карпатах у парня из ниоткуда. Хороший, честный парень, нам же так это говорили, да? Ну вот как верить, что придет богатый человек в политику и не станет после 5 лет правления еще богаче, а мы беднее? Мы от этого абсолютно никак не застрахованы. Я уверен, что есть, наверное, разные политические циклы, и у нас поколение на поколение не похоже. Я думаю, что в Украине не все потеряно, и есть кластер людей, для которых есть амбициозные задачи, да? Ну вот я не знаю, почему вы работаете в телевидении, почему там кто-то создает телеканалы, да? Потому что хочется, вот потому что это хочется сделать, да? Потому что это амбициозная цель, потому что ты переживаешь за те процессы, которые происходят. И это не про деньги, это про другое. Друзья, у нас те, кто стал властью пять лет назад, никогда бы ей не стали, если бы не произошло Майдана. Потому что рейтинг и уровень доверия к ним, да, у нашего народа был нулевым. Друзья, я абсолютно уверен, что есть, ну вот я, если помните, да, у нас в команде был Ростислав Шурма, руководитель Запорожстали, Вадим Бойченко, Долженков, многие люди, которые уже многократно состоялись в бизнесе и которые понимают, как работает система, как нужно работать с мировыми рынками и как нужно поднимать промышленность. И у них все в порядке с достатком, но им хочется это сделать для детей, да, на какие-то пять лет, для того, чтобы в этом состояться. Знаете, не как стартап, но в принципе как один, наверное, из самых главных вызовов в жизни. Ведь на самом деле есть профессиональные политики, да, сейчас в Харькове есть 180-й округ. Это округ, по которому, этот соседний округ когда-то с моим, по которому избирался Кучер, он потом стал губернатором Харьковской области, да, и сейчас вакантное место. Сейчас будут до выбора. Вот сейчас мы посмотрим, кто туда поедет и будет рассказывать, что он настоящий харьковчанин и как он будет за нас бороться. Друзья, власть ради власти это абсурд. Власть ради денег, я считаю, это ущербность. Вот есть иерархия потребностей Маслова, да, помните, там на первом уровне, да, условно удовлетворение своих животных потребностей. Самый верх это социальные. Меня всегда, ну, социальное признание. То есть вот что может быть больше, чем любовь к тебе, всего народа. А вы в какую вот себя позицию относите? Вы знаете, я уже все прошел, кроме, наверное, последнего. Хотя я поработал и депутатом областного совета, и главой администрации, и депутатом Верховной Рады, да, мажоритарным. Я никогда не избирался по спискам. Меня избирали люди. Я совершенно четко понимаю, что эта энергия означает. Вот когда вы чувствуете это от большого количества людей, ну, какие наркотики с этим могут сравниться, деньги или алкоголь. Меня всегда удивлял, ну, Янукович, да, казалось бы, вот у него были возможности. Порошенко еще больше. Друзья, поверьте мне, миллиард нельзя потратить. Ни вам, ни детям. Ну, если каждый день, там, наверное, не покупать какой-нибудь Бугатти Верон и не бить его в мост, да, или там, жить в своей доме, невозможно потратить эти деньги. Но, будучи настолько обеспеченным, не войти в историю, это надо обладать какими-то патологическими комплексами или, ну, не сильно развитыми умственными способностями. Я думаю, что у Порошенко был самый главный шанс в его жизни, который он, хочется сказать, крепкое слово, потерял. Я надеюсь, что Зеленский все-таки сейчас возьмет себя в руки и не позволит его команде себя подвести. Потому что, если это продолжится, это означает, что он замечательно сыграл роль Зеленского, а внутри совершенно другой. есть у нас звонки, вот мы говорим о стратегических целях для новой украинской власти. Я думаю, что как раз-таки вот тот кредит доверия, который люди давали на выборах и президента, и парламента, это один из первых вариантов, это окончание войны. Мы сейчас об этом поговорим. Прежде ваш звонок, дорогие друзья. Здравствуйте, вы в прямом эфире, Евгений Мураев, в студии нашего. Добрый вечер. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Я пенсионер в Донецке, зовут меня Александр, чисто русский, жена моя русская, родился в городе Сталин, и так назывался Донецк. У меня дети такие же уже, как Мураев, даже старший. Я очень наблюдаю за ним, умный человек. Это мое мнение такое, это второй человек после покойного Кушнарева в Харьковской области. Там тоже много, но это был человек с большой буквы. Поэтому я хотел бы конечно с Мураевым провести большой диалог. Я за эту власть, которую сейчас он все это говорит, я с ним полностью согласен, все остальное. Но вы знаете, так я вам скажу, я действую, я немножко в политике тоже уже давно, я участник первого съезда шахтера Советского Союза. Я вам хочу сказать так, что какие мы такие наши правительства. Я уже много об этом думал. чтоб мы не делали, да, технологии, да, это, правильно вы сказали, рабская философия, рабская много-много-много чего. Но эту власть нужно, скажу вам честно, не говорить, как некоторые говорят, Ульянский не виноват, это его окружение. Нет, их надо брать веники, мести оттуда, чем быстрее, тем лучше. Как вы правильно сказали, вот это, чего я боюсь, развала всей страны. Это самое главное. А теперь можно вопрос. Вопрос, пожалуйста. У нас буквально несколько минут. Хорошо. Теперь вопрос. Я вот сам с Донецка, с переселения, скажу вам так, когда, когда у нас произошли эти все события, я вам скажу честно, открыто, и я свидетель всему этому, Акметов выступил первые минуты и сказал, что это за ДНР, какие это ДНР, это вообще не те люди, мы не знаем их. И я вам скажу, мы их не знаем. Я вам скажу, что это создано, 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 еще раз создано. Никакие гиркие борода, это не дончане. И я вам скажу, мне страшно, что это будет 17-й год того столетия. Правильно вы сказали? Больше всего я боюсь. Вопрос, пожалуйста. Вопрос, как вы считаете, все-таки удержится, и я думаю, что вы должны тоже консолидироваться с такими людьми более здравыми и удержать страну. Поймите, я сам бизнесом занимался и приезжал в Россию уже месяц лет 10 назад, и мне говорили, не хотят с вами дело иметь. Спасибо вам, спасибо вам. Вот мы, если я правильно вас понял, у нас просто ограничено количество времени, удержится ли все в рамках той Украины, которая существует сейчас, хотя бы сейчас. Спасибо большое за теплые слова, которые искали в адрес моего земляка Евгения Петровича Кушнарева. Я вам могу сказать, великий человек, я как раз, ну вот недавно была годовщина его гибели, я сейчас перечитываю его книгу «Рыжий конь», о нескольких неделях оранжевой революции, да, там есть очень много глубокомысленных, наверное, таких вещей, и таких государственных, да, программных, ну, которые стоит почитать и ныне действующим политикам, по поводу, смогут ли удержаться или нет, ну, многое будет зависеть от уровня поддержки нашего населения. Чем быстрее мы начнем признаваться в собственных ошибках, в том числе и в том, знаете, сейчас многие оправдывают действия, вот этим надо подождать и потерпеть, потому что чувствуют свою причастность, да, ну, я не знаю, можно называть эту власть ошибкой или нет, надо ли делить президента, парламент и Кабмин, потому что они, по сути, сформированы одной политической силой, но, я думаю, что пора их ставить на место. Пора. Мы сейчас закончим, буквально несколько минут, я просто не могу спросить, раз нам из Донецка позвонили. Временно перемещенное лицо, то есть находится на подконтрольной территории, переехал, вы просто... Пенсионеры, ну, так или иначе, я просто к чему, нам очень часто звонят жители Донецка, вот именно прям из Донецка, они смотрят в интернете, пытаются дозвониться, дозваниваются, говорят о своих проблемах, говорят о том, что они любят Украину, они называют себя украинцами и так далее. Так или иначе, спасибо вам за то, что вы с нами на связи, я процитирую сейчас заместителя секретаря СНБО, вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территории Донбасса, если будет принято такое политическое решение. Насколько это будет возможно, зависит уже от работы политиков на уровне поддержки других государств. Потому что, если бы не было поддержки, скажем, Хорватии со стороны стран НАТО, то не было бы и хорватского сценария. Конец цитаты. Сергей Кривонос заявил это и вот сейчас я просто параллель в своей голове провожу, да, у нас есть приверженцы. Я думал, вы направление к психиатру выписываете, нет? Так или иначе, вы сейчас прокомментируете это. У нас есть Минские соглашения. Владимир Зеленский на нормандской встрече их еще раз описал, их принял с возможностью каких-то небольших изменений. И вот мы слышим вновь какие-то невероятные сценарии силового возвращения Донбасса. Но мы можем еще пять лет об этом говорить. Можно я шизофреников комментировать не буду? Я просто так, чтобы может быть до мозгов дошло, скажу одну вещь. Друзья, смотрите, если вы помните, было принято решение о выдаче российских паспортов жителям так называемых ДНР и ВНР. Посмотрите в интернете, их выдано уже больше 200 тысяч. То есть это означает, что на неподконтрольной территории проживает больше 200 тысяч российских граждан. Так в какую массорубку вот этот деятель пытается отправить ВСУ Украины, скажите. Россия за своих граждан будет вмешиваться однозначно. И у нее для этого будут полные основания. И поэтому поддержка мира, друзья, мир двуличный. Когда Тручинов стал исполнять обязанности президента абсолютно неконституционным способом при живом Януковича, который не подал в отставку и которому не провели процедуру импичмента, мир это признал. Потому что ему было выгодно. Россия понимала, что Украина пойдет на дно, она получит граждан, будут уничтожены предприятия, которые являются конкурентами для европейских производителей и так далее и тому подобное. Все извлекли выгоду и все закрывают глаза на любые процессы у соседей, если им это интересно. Я абсолютно уверен, что военного сценария быть не может. Я абсолютно уверен, что власть на сегодня делает недостаточно для мирного урегулирования. Если вы смотрите сейчас сводки, в том числе ОБСЕ, каждый день происходит столкновение. Вчера или позавчера было вообще там очень серьезное обострение в районе Севера Донецка, Светлодарска, Зайцево и так далее. Друзья, это не закончится никогда, если этого не захочет украинская власть, если она не наведет порядок, если она не восстановит законность на улицах, если радикалы будут диктовать условия власти. У Зеленского было для этого достаточно времени, я думаю, что, к сожалению, и он прошел точки невозврата, но будем надеяться, что все равно все в наших руках, и Украина будет мирной и процветающей. Как скоро зависит от вас и ни от кого другого. Волшебников не будет. Полтора месяца назад, 9 декабря, в нормандском формате произошла встреча, знакомство Зеленского с Путиным, посовещались, Путин назвал переговоры конструктивными, и вот сегодня глава российского МИД Лавров сообщает, что украинская власть снова ничего не делает для того, чтобы в апреле, ну как договорились, следующая встреча была еще более конструктивной. Снова Лавров заговорил о языковом самоопределении Донбасса, и то, что 9 числа декабря это было определено. Чего он заговорил? После того, как слуги народа во втором чтении проголосовали закон о языке в школе. Ну правильно, ну это что же... Ну так вот я хотел бы как раз таки вот спросить вас о том, что происходит с декларациями и с реальными действиями по поводу Донбасса и возвращения. Вот у нас сегодня был Максим Бужанский, мы включали его, и он же зарегистрировал закон, который отменяет предыдущий там языковой закон, да, но кроме этого действует... Ну почему-то проголосовал за закон о среднем образовании, Ну вот так или иначе, да, вопрос страны, может быть вопрос каких-то договоренностей, да? Какие могут быть договоренности? У вас спонсор один, ваш избиратель. Если вы брали на себя какие-то обязательства, вы отчитываетесь только перед ними. Если я не ошибаюсь, он по-моему мажоритарный кандидат, то есть он выдвигался от конкретного округа. Друзья, смотрите, Украина не делает следующих вещей, я об этом многократно говорил, да, не разработан закон об амнистии, не разработан закон о выборах на временно неподконтрольных территориях, нет видения особого статуса, да, и проекта изменений в Конституцию. И я многократно говорил, я тоже против того, чтобы особый статус давали каким-то регионам, но давайте примем общую децентрализацию, давайте отдадим в том числе и культурное самоопределение на уровень громад. Для этого нужно принять закон о референдумах. Смотрите, все, о чем я говорю, зарегистрировано было в прошлом созыве, разработано, выверено и грамотно. Это нужно брать и делать. Для этого нужна политическая воля, но, к сожалению, украинская власть продолжает оставаться марионеткой в руках Соединенных Штатов Америки. И у Украины судьба в ближайшее время не развитая экономические государства, да, для людей, а антироссия. И ее используют исключительно для того, чтобы держать Россию в санкционных рукавицах. Ребят, ну это не наша судьба. Нам нужна такая власть, которая будет жить нашими интересами. И надо снимать розовые очки, взрываются, стеклами волны. Многократно повторяю. Да, Евгений, ну просто то, что видят люди простые, да, вот люди видят там новогоднее обращение Зеленского, который, ну, который, кстати, массы там называют лучшим, да, он про объединение, про то, про все, про улицы, про памятники. Плюс мы видим, вот вы, сейчас, одну секунду. Мы про ролики или про реальные дела? Вот мы, вот я сейчас к реальным делам, да, вот вы говорите про децентрализацию и про, перечисляя что-то, не считаете ли вы, что отзыв законопроекта президента с изменениями в конституцию по децентрализации, это как раз таки и говорит о том, что Владимир Зеленский как президент взял на доработку, учитывая общественное мнение, учитывая резонанс по поводу вообще децентрализации и Донбасса. Возможно, мы как раз таки увидим... Мы забываем, что он это сделал после звонка Меркель. И просочилась информация, что как раз Меркель сказала, что это недопустимо для европейской демократии вот такая формула местного самоуправления. То есть никак с Донбассом это не связано? Я, если помните, еще тогда, когда до выборов, я говорил, ребята, у нас выборы должны пройти одномоментно в местные советы на территории подконтрольной и неподконтрольной части. После этого выборы в парламент для того, чтобы Донбасс имел свое представительство в законодательном органе страны. Другого варианта наведения порядка не существует. Ну и нужна новая модель государства. Она показала свою неэффективность. Это гражданское противостояние никуда не денется. Нужно просто не объединяться вокруг чьей-то идеологии, считая эту правильную, эту нет. Надо позволить людям решать это на уровне своих громад. Потому что Украина разная, многонациональная, мультикультурная, со своей историей в разных границах. И собиралась она областями, если мы посмотрим, за последние сто лет у нас много раз сменялись границы. Поэтому и менталитет разный, и семейная история разная, и отношение к предмету тоже совершенно разное. Если мы хотим сохранить страну, то нужно позволить, да, ей, этой Украине быть разной. И не делать чьи-то ценности выше других. Объединяться надо вокруг модели будущего страны. Еще раз говорю, где всем комфортно, и где мы не стыдимся названия своей родины, а гордимся, и говорим об этом в присутствии всех за границей, громко и с гордостью. Спасибо. Вот на позитивной ноте хотел закончить. Вы это сделали. Тогда так будет, Макс. Обязательно. Обязательно. Спасибо вам, дорогие друзья. Евгений Мураев, лидер партии «Наш», был гостем нашей программы. Максимум завтра мы с вами обязательно увидимся в это же время. Оксана Гречка с актуальной информацией прямо сейчас для вас, после Ростислава Сухачева и Анастасия Густрева. Не пропустите. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok